всем привет спасибо как всегда говорю вам за то что пишите комментарии под моими монологами спасибо за то что смотрите эти вот ролики и спасибо за то что слушаете хорошую музыку чем больше хорошей музыки мы слушаем тем лучше становится мир вокруг нас вот такое мудрое изречение ну и напоминаю вам про плейлисты если вы хотите какую-то пластинку видеть в моих руках на экране ваших мониторов или телефонов то посмотрите сначала в плейлисты там очень много уже всего разного по моему что-то за 300 перевалило если мне память не изменяет то есть ну из 300 пластинок можно выбрать что-нибудь да ну а я вспомнил вот про этот альбом джет ротал 1975 год minstrel in the gallery джет ротал я очень люблю это не секрет уже для тех кто смотрит мои ролики я хочу конечно все пластинки джет ротал показать потому что наверняка есть люди в нашей стране и не в нашей стране которые не видели все пластинки джет ротал хотя я сомневаюсь что такие существуют это переиздание уже ремонтированная стивеном вилсоном очень классно звучит могу сказать что мне не все нравится из того что делал стивен вилсом но например мне таркус не нравится группа emerson like and palmer ну вот он какой-то мертвичинкой попахивает а вот работу над альбомом minstrel in the gallery wilson правил будь здоров какую очень здорово звучит мне нравится больше чем оригинальный даже микс такая книжечка ну тут много всего я не буду ее все перелисты много фотографий много информации много всякого разного 1975 год напоминаю да вам эта пластинка насколько я помню является любимой пластинкой замечательного петербургского барабанщика дима горилова я с ним играл довольно долго несколько лет фантастический барабанщик отличный музыкант любитель большой джет ротал и он считает minstrel in the gallery по крайней мере считал лучшим альбом джет ротал я не могу с этим согласиться потому что мне нравится очень много пластинок джет ротал есть парочка которые мне не нравится откровенно и про них я говорить не буду даже отгадай мол сама что называется но место minstrel в галерее прекрасный альбом со всех точек зрения записывался он 74-75 году там перескок небольшой был в монако в монте-карло я был монте-карло один раз я вам скажу это еще то местечко конечно я бы не хотел там долго жить и вообще жить и даже не долго жить не хотел бы то есть это такой такая миллионерская клоака куда ни плюнь везде миллионер какого угодно пола но миллионер и это все довольно скучно потому что ну миллионеры они как-то как-то они по-другому относятся к жизни когда собираются в кучу особенно так вот так у меня много знакомых миллионеров на самом деле есть вспомнил прокрутил в голове и когда с миллионером один на один находишься или в компании друзей это хороший парень а когда миллионеры собираются в кучу кошмар какой-то а монако это цена монте-карло это целый город миллионеров магазины все рестораны все везде миллионерными на пляже миллионеры лежат ну просто с ума сойти в магазин заходишь часы посмотреть там 30 тысяч долларов 50 тысяч долларов евро то есть ну 50 тысяч евро на хрен мне куда эти часы а там миллионеры очередь стоит очередь из миллионеров бред собачий но джетрата уехали в монте-карло записывать пластинку про министреля в галерее по одной простой причине просто в англии придушили их налогами совершенно до невозможности как массу музыкантов всем известных и вот эта налоговая иммиграция это такой довольно распространенное явление и роллинг стоунс там и давид боу и да и род стюарт элтон джон и все в общем это все 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 вот через это прошли или проходит до сих пор не знаю вот но джетратал купили передвижную студию на тот момент времени которую назвали как же назвали красная машина по моему она называлась если правильно перевести не дословно правильно на базе красного мерседеса вероятно какого-то автобусе к или грузовичка и с этой студии поехали в монте-карло сняли там особнячок небольшой и записывали эту пластинку андерсон был с одной стороны доволен альбомом с другой стороны не очень доволен процессом потому что здесь я с ним похож он выходил на пляж и видел это лежбище миллионеров это его страшно угнетало потому что он человек очень такой работящий работа голик и он говорил что когда я вижу вот эти туши отвратительного вида некрасивые мужики ужасные женщины дикие дети безобразные которые носятся миллионерские тоже носятся по этому пляжу от ушки миллионеров лежат ничего не делают на пляже это омерзительное зрелище и он впадал в депрессию от вида вот этого лежбище миллионеров на пляже монте-карло но тем не менее запись продолжалась потому что группа вся в отличие от андерсона очень весело проводила время им все очень нравилось записывался с ними записывалась струнная группа из женщин состоящая андерсон пригласил струнную группу из женщин потому что не хотел он считал что если там будут мужчины играть еще о скрипках или о ланчилях то это как-то расползется состав группы и и вот эти вот мужчины скрипачи они будут как-то вот казаться членами группы он не хотел этого и поэтому набрал женщин женщин некрасивых как он рассказывал сам но эти некрасивые женщины стали охотиться за музыкантами и не безуспешно один андерсон избежал романов с некрасивыми скрипачками все остальные по подпали под их чары но музыки это не помешало записывался альбом про практически в процессе тура с материалом альбом его child тут тут был прерван сделана пауза и артисты уехали в манте-карло писать новый материал который накопился у андерсона в связи с разными неприятными личными историями в частности все с разводом с первой женой и андерсон был грустен наверное от этого миллионера его и бесили с дикой силой в манте-карло и плотинка довольно грустная как всегда у андерсона саркастическая такая саркастичная злобная и критиканствующая критиканская вот министрель стоит в галерее и смотрит на окружающий его мир но в частности лондон в основном лондонские такие зарисовки мир этому не нравится потому что проститутки полицейские телевизионные репортеры и прочая всякая гадость бродит по вокруг бейкер по бейкер стрит чему посвящена вся вторая сторона альбома первая сторона тоже посвящена но не в такой степени там более размытые образы а вторая сторона она полностью такая панорама бейкер стрит отвратительная совершенно панорама с точки зрения андерсона но тем не музыка безумно красивая и эта пластинка она на мой взгляд является завершающей как я умно говорю да стал стал умный как говорили на мой взгляд он является завершающей закрывающей хард-рок семидесятых для джет ротал то есть она одновременно похожа по подходу по подачи и на акваланг хард-роковый тяжелые гитарные да и на тык из брик гигантский не пафосный совершенно а такой концептуальный большой эпичный здесь и эпичность и хард-рок и звук семидесятых годов все в полной мере а потом уже пойдет совершенно другой звук и совершенно другие песни а вот минстр ленды галере это как раз высшая точка наверное 7 рока семидесятых годов для джет ротал вот может быть поэтому диме гориллову она и нравится но я подозреваю что не только из-за этого из за того что баре мобарлоу барабанщик здесь превзошел сам себя здесь такие партии ударных невероятные все они расписаны на ноты потому что иначе это просто не сыграть это не запомнить все и ударная установка здесь используется не как вот я не люблю очень словосочетание ритм секция ритм секция это некрасиво а как настоящий такой тонированный я извиняюсь музыкальный инструмент который играет мелодии играет оркестровки и играет так много и так точные правильные с потрясающим звуком что одни барабаны здесь можно слушать и заслушаться настолько это все хорошо ну все остальное тоже очень хорошо и минстр и минстр ленды галере первая песня большая практически эпичная которая начинается с удивительной звенящие акустической гитары андерсона четко чисто скрыть красиво сыгранно все замечательно и потом бац пошел хард-рок мартин барр играет на электрической гитаре тяжело вязко быстро интересно неожиданно многие критики пишут что это лучшая соло мартина барра на гитаре минстр ленды галере я не соглашусь потому что после этого он наиграл еще будь здоров сколько и не хуже надо сказать но звучит очень убедительно и минстр ленды галере и следующий номер собственно говоря колл винту валхала скандинавская мифология до валгала все хорошо и мартин барр здесь уже чудеса такие на гитаре выдает такие какие-то звуки потусторонних чудовищ которые воют поют рычат кричат и все это на гитаре играет мартин барр но не так много как я наговорил но тем не менее вот эти адские звуки которые он издает на гитаре там это все так работает здорово потрясающе было кстати дэнсер тоже пошел структуру выдерживается примерно одинаковая то есть сначала запев на акустической сопровождение акустики с флейтой с колокольчиками бубенчиками и потом в руб хард-рок пошел играет полная группа мартин барр дает хард-рока переплюнув акваланг переплюнув все то что было раньше и в black satin dancer единственный кусок где андерсон начинает кричать с флейтой со своей да вот эти вот штучки его голосовые все остальное сыграно настолько академически правильно настолько чисто настолько классически барочно как угодно можно говорить идеальная кристально чистая музыка очень очень выверенная и повторюсь академически академическая но мне так кажется да реквием завершает первую сторону и вторая сторона уже как я уже говорил one white duck одна белая утка это сленговое выражение как раз когда пара расстается и остается человек один как белая утка 1 в стае других уток серых до сизах сизокрылых остается одна белая утка бедная несчастная брошенная и бейкер street news огромная си это практически на всю сторону но она состоит из нескольких песен и она как бы не могу сказать что она акустическая потому что очень много всего там наиграна очень много звуков но в основном она конечно сторону акустической гитары крениться но когда доходит до слов однажды я стану министрелем в галерее и пошла нисходящая гармония хард-роковая прямая просто мощнейшая рок-группа джет ротал со звуком led zeppelin наверно то есть можно рядом ставить на концерте они играли вместе с led zeppelin концерт у них были так что они погромыхали здесь погрохотали в полный рост и финальная песенка 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 это дерьмо песня финальная песня коротенькая grace прощание с любимой прощание со своими тяжелыми мыслями и выход в новом в новую дверь к новой музыке к новым песням так и получилось так может быть андерсон и не предполагал что так получится но получилось именно так что после боли который пронизан весь этот альбом боли одиночества и страдания и неприязни к тому что он видит вокруг завершающие вот эта короткая grace раз все книга прочитана закрыта отставлена в сторону и пошли в новом направлении и там же был записан альбом сразу после в minstrel in the gallery там же был записан альбом told rock'n'roll bar 2 and to die мой любимый хотя вышел он годом позже в 76 году этот вышел всеми спятом told rock'n'roll в 76 но они практически вместе были созданы в монте-карло вот такая история очень хорошая пластинка министрель в галерее печальная красивая мощная громкая я пошел пить пока